Вчера днем мы все с вами вместе стали свидетелями медицинского чуда. Всего за шесть дней башкирская медицина избавила дорогого Радио Фаридовича от тяжелой пневмонии. Хабиров сидел в президиуме совещания правительства Республики Башкортостан. Президиум был в этот раз абсолютно традиционным, кошерным. По правую руку Андрей Геннадьевич Назаров, по левую Константин Борисович Толкачев. Хабиров в принципе даже не кашлял. В общем, я готов плюнуть в глаза каждому, кто обругает башкирскую медицину, потому что она на самом деле великолепна, по крайней мере для некоторых ее пользователей. Начал Хабиров с торжественного. Вызвал в президиум и вручил Амине Шафиковой медаль, которую передал для этого Владимир Путин. Медаль называется «За труды в культуре и искусстве». Я так полагаю, что медаль эта адресная, она непосредственно вручена Амине и Вневне Шафиковой за то, как принципиально она борется с произведениями искусства, которые отбрасывают хоть какую-то даже призрачную тень на то, что делает Владимир Путин. Я говорю о том, как яростно и безжалостно запретила Амина Шафикова спектакль «Гузель Яхина и Зулиха открывает глаза», который шел в одном из башкирских театров. Видимо, за такую принципиальность, за такую решительность сразу же выдают медальку, что, собственно, Хабиров и с удовольствием проделал. Соскучился, дорогой Радифаритович, по успехам и достижениям и начал их поспешно перечислять. Заговорили о внешнеторговом обороте, и Хабиров заявил, что за 9 месяцев текущего года этот самый внешнеторговый оборот, несмотря ни на что, вырос на 13,5%. Экспорт вырос на 17%, а импорт упал всего на 1%. Основными партнерами Башкортостана Хабиров назвал Китай, Казахстан, Латвию, Нидерланды, Беларусь, Индию, Германию, Финляндию, Узбекистан и Турцию. С места в карьер повелел еще более усилить взаимоотношения с этими замечательными странами. Честно говоря, вот эти вот отчеты по экспорту и импорту, конечно, мало о чем говорят, особенно учитывая то, что Башкирия является экспортером крупно-тоннажной продукции, то есть, когда речь идет о нефти, нефтепродуктах и всевозможных там содах, тут, конечно, речь идет о крупных суммах и больших объемах. Но давайте цыплят по осени считать. Вот в декабре, по итогу декабря, каков будет вот этот вот экспортный потенциал, мы посмотрим. Дело в том, что с 1 декабря наступает эмбарго на поставку нефтепродуктов из России в европейские страны. И, соответственно, Башкирия является экспортером этих товаров именно в европейские страны. Так что вот в январе мы послушаем, дорогого Ради Фаритовича, что будет у нас с экспортом нефтепродуктов по итогам декабря. Далее, как положено, заговорили о рейтингах. Ради Фаритович с восторгом и придыханием сообщил широкой общественности о том, что Республика Башкортостан заняла четвертое место в Российской Федерации в рейтинге научно-технического развития регионов. Хабиров просто захлебывался и складывалось ощущение, что сам он лично имеет некое отношение к науке и технике. Что-то там изобрел, создал, развил и вот теперь, пожалуйста, радуйтесь вместе с ним. При этом он скромно умолчал о том, что рейтинг этот, во-первых, составлен впервые, а во-вторых, он составлен именно той комиссией, в которую по счастливому стечению обстоятельств ушел работать Олег Полставалов. Ну, интересно, это был рейтинг первый пробный, и он по дружбе или уже за деньги? Вот это меня, честное слово, очень интересует, потому что, понимая сущности того и другого, не думаю, что Олег Полставалов будет долго оказывать бесплатные услуги Республики. И тут, как обычно, у Ради Фаритовича пошла от себятина. Продолжая перечислять успехи Республики, он вдруг задумался и заявил. Я вот задумался, может, мне почаще болеть? Я как вот, у меня нет на работе, вы тут побеждаете, все. Блин, елки-палки, Ради Фаритович, вот прямо с языка сняли. Мы давно предлагаем, вы не просто болеете, да, как говорится, не дай бог, не надо болеть. Вы денетесь куда-нибудь, Ради Фаритович, мы, может быть, тогда начнем развиваться. У нас появится шанс исправить все ваши ошибки, которые вы совершили, и которые усугубляют бесконечно члены вашей команды. Вот действительно, это очень светлая мысль, подумайте об этом. А мы вам, как говорится, скинемся на дорожку. Оперативка в этот раз была по структуре своей абсолютно канонической. И, кстати говоря, вопросы, которые на ней обсуждались, все были важными. Ну, не часто так происходит в последнее время, так что будем наслаждаться. Первым делом выяснили, о чем же разрешает волноваться жителям республики госпожа Прочаковская. Елена Анатольевна сообщила нам о том, строго сообщила, что звонков на тему мобилизации стало резко меньше, и мобилизации больше вообще не интересует, видимо, жителей республики Башкортостан и, видимо, членов семей мобилизованных. Ну, короче, никого. Хотя бы потому, что если 14 ноября Прочаковская фиксировала 180 звонков по теме мобилизации, то 20 ноября уже всего лишь 40. Ну, что называется, с глаз долой и сердце вон. Ну, по крайней мере, так трактует и так ее моделирует эту ситуацию госпожа Прочаковская. По рейтингу проблем у нее, в общем-то, ничего нового. Дороги все время и всегда на первом месте. ЖКХ поднялось с четвертого на второе место, благоустройство – третье место. На четвертом месте по обеспокоенности у граждан республики здравоохранения. На пятом – социальное обслуживание, далее мобилизация – шестое место. Седьмое место – общественный транспорт. Восьмое – образование, строительство и архитектура на девятом месте. Ну, и десятое место – замыкает рейтинг вопроса мусора и вывоза твердобытовых отходов. Хабиров выслушал Прочаковскую и внезапно поменял приоритеты для глав регионов и муниципалитетов. Если пару недель назад Хабиров бесконечно твердил, что наиглавнейшая задача всех глав регионов и муниципалитетов и районов – это забота о семьях мобилизованных, ну, и снабжение еще батальонов, то теперь это уже главная задача – это уборка улиц и дворов от снега. В домах, чтобы тепло было, чтобы улицы убирались, дворы убирались, собственно, создать максимально комфортные условия для жителей. Это задача глав муниципалитетов и, соответственно, здесь управленческая команда. Тут надо, конечно, понимать, что Радио Фаридович панически боится снега. У него это уже фобия после вот этих вот историй с Грековым. И, видимо, первый снежок на него произвел такое очень серьезное впечатление. Ну, радикально, конечно, мотает представление Радио Фаридовича о целях и задачах власти. Ну, можем, конечно, сделать вывод, что, как говорится, сезон закончен. Женушки, забранных в армию, могут перестать беспокоить госпожу Прочековскую, но на самом деле это не совсем так, потому что по ходу оперативки Хабиров еще несколько раз менял приоритеты для своей команды. Чудо министра здравоохранения, руководителя отрасли, которая подняла почти безнадежно больного главу региона за шесть дней из пневмонии в человека, на первый взгляд, абсолютно здорового, господин Рахматуллин рассказал нам от общей эпидемиологической обстановки в Республике Башкортостан. Количество заболевших за три года пандемии господина Рахматуллина – 334 680 человек. Прирост за неделю составил, я имею в виду COVID-19, конечно же, 1280 человек – это много. Стационарно, по словам министра здравоохранения, сейчас лечится 177 человек. Количество коек, выделенных под COVID-19, не изменилось, и при этом 27% из них на данный момент свободны. По словам господина Рахматуллина, 3 251 000 жителей Республики Башкортостан привиты от COVID-19. То есть, не просто большинство, а подавляющее большинство. При этом, по данным не Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, а более авторитетных источников, Республика Башкортостан все-таки вошла в список регионов с резким приростом заболеваемости COVID-19 в последнее время. Об этом почему-то господин Рахматуллин говорить не стал. Добавил он от себя о том, что началась эпидемия гриппа, и недельный прирост заболеваемости гриппом сейчас составляет 2%. Ну, гриппа мы, как говорится, уже десятилетиями привычные, а вот с COVID-19 все никак не справимся. Стандартный доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС начали, как обычно, с госпожи Головановой, которая нам рассказала о том, что за неделю у нее случилось 4 крупных аварии свыше 8 часов, 28 аварий поменьше, чуть меньше 8 часов, а также она отдельно упомянула об Уфимском районе, где отключалось электричество в большом количестве домов и домовладений, отключалось не только электричество, но и холодная, и горячая вода, еще и отопление аж на 15 часов. Зима еще не началась, а вот такие крупные аварии уже присутствуют у нас в регионе. Упоминая о уборке снега, который начал идти и шел пару дней интенсивно в Уфе, госпожа Голованова сообщила, что у нее всего на всю республику, на данный момент, работает 1603 единицы техники для уборки снега. И это при том, что только одной Уфе нужно 2000 единиц техники для уборки снега. Катастрофически не хватает этой техники, соответственно, не хватает денег на ее покупку, обязанности эту обратно свалили на город, тут как-то Радий Фаридович все щедро пытался покупать, купил пару каких-то монструозных Уралов с такими вот шнеками гигантскими, но и на этом, как говорится, все закончилось. А нужно много-много маленьких тракторов, вот этих вот, которые снуют по дворам, которые все тщательно убирают в углах, но об этом, конечно, Радий Фаридович не думает. А госпожа Голованова рассказала нам и о поголовье дворников. На данный момент количество дворников во всей республике на 16 тысяч многоквартирных домов составляет 3470 человек. При этом за неделю количество дворников у госпожи Головановой возросло на 471 человека. Вот на предыдущей неделе она смогла найти 312 дворников, а вот на этой, минувшей, она нашла 471 дворника. Итого за две недели госпожа Голованова абсолютно непонятно где нашла 783 желающих работать на холоде за нищенскую зарплату. Но она просто какой-то гений рекрутинга, то есть надо присмотреться к ней всерьез. Либо это просто пустая болтовня и манипулирование цифрами, либо действительно она обладает какими-то сверхспособностями по привлечению дворников в систему ЖКХ. Завершая свой доклад, Ирина Александровна заявила, что в пяти муниципалитетах, в которых наблюдались проблемы с готовностью к отопительному сезону, все проблемы решены. И теперь во всех 63 муниципалитетах и районах Республики Башкортостан отопление будет обеспечено надежно и качественно на протяжении всего зимнего сезона. Ну, что нам остается сказать? Нам остается только веровать в эти увещевания госпожи Головановой и надеяться на то, что надолго нас от отопления в этом году не отключат. Далее заслушали доклад Министерства транспорта и дорожного строительства. Я ожидал увидеть господина Булышева, но господина Булышева не оказалась в кадре. Титр сообщил нам о том, что выступает перед нами некий Руслан Гарипов. Он пару раз, кстати, выступал. И теперь он исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного строительства. Я полагаю, что рано еще радоваться. И говорить об отставке господина Булышева, наверное, преждевременно. Скорее всего, после вот этой транспортной недели господин Булышев загулял в Москве, как говорится, отдохнуть после трудов праведных. Господин Гарипов, замещающий господина Булышева, сообщил нам о том, что на минувшей неделе случилось 64 ДТП, в которых погибло 5 человек и пострадало 75. Пьяных водителей за истекшие месяцы этого года было поймано уже 11 716 человек. И цифра эта неумолимо приближается к рекордным 12 тысячам пьяных водителей. Покончив со стандартными вопросами, перешли к повестке совещания. Доклад о поддержке семей участников специальной военной операции почему-то поручили сделать вовсе не министру труда и социальной защиты, а министру финансов Игдисамовой и Лири Закуановне. Но как-то частенько теперь министр финансов у нас на социальные вопросы докладывает. То форум помощи инвалидам и вообще форум по вопросам инвалидов она освещала на оперативке, то вот социальную поддержку семей мобилизованных освещает Лира Игдисамовна. Да и даже сам Ради Фаридович, когда нужно было что-то там по ходу совещания указать министру труда и социальной защиты, обращался вовсе не к Линаре Ивановой, а к Ольге Кабановой, заместителю или заместительнице министра труда и социальной защиты. Вот у меня вопрос. Все? Леонар Хакимовна уже, как говорится, у нас больше не на счету или просто в каком-нибудь отпуске в любимой Венеции или где-нибудь еще в теплых краях? Но вернемся к докладу госпожи Игдисамовой. Лира Закуановна рассказала нам о том, что в сфере защиты интересов семей участников специальной военной операции, это теперь у нас уже, скорее всего, отдельная отрасль экономики страны, принято 23 региональных закона, которые позволили сформировать 32 меры социальной поддержки. На данный момент уже 2450 детей из семей мобилизованных бесплатно посещают детские сады, 2069 детей обеспечены бесплатным горячим питанием, 16 школьников отдыхают в санаториях, и всем детям из семей, откуда кого-нибудь забрали на специальную военную операцию, всем этим детям гарантирована бесплатная продленка в школах, бесплатные кружки в школах и домах культуры, а также общежития в высших учебных заведениях. Всего Лира Закуановна получила 847 заявлений от семей мобилизованных и добровольцев на получение помощи, 145 человек уже получают социальную помощь бесплатно, видимо, речь идет о дровах, 59 человек Лира Закуановна проконсультировала, четверо отправлены в санатории, видимо, необходимые, и вот тут меня этот параметр вообще поразил, более тысячи человек получили средства гигиены, о чем и о каких средствах гигиены, Лира Закуановна умолчала, не знаю, то ли это платочки для утирания слез, то ли что-то более серьезное, но вот как-то так прозвучало, не очень аппетитно, средства гигиены, значит, раздает министр финансов, также запланированы меры по поддержке этих семей в виде возмещения части расходов по газификации, освобождение от платы за вывоз мусора, это особенно трогательно, то есть, когда человека забрали, значит, воевать, его семья может не платить, там, то ли 80, то ли 90 рублей за вывоз твердокоммунальных отходов. Появятся льготы на проезд в транспорте, правда, пока не уточнили, это будет просто тотально бесплатный проезд, или сколько там поездок в месяц Лира Закуановна отвесит детям мобилизованных. Отдельно Лира Закуановна упомянула дрова, вот те самые дрова, которые возила Единая Россия, 59 семей получили вот эти дрова для отопления жилища. Ну, еще планируется освободить участников специальной военной операции от транспортного налога, видимо, на ту самую белую ладу-гранту можно будет еще и не платить налог. Беременным женам мобилизованных и детям до 3 лет будут бесплатно раздавать детское питание из молочной кухни. Ну, слезы наворачиваются, действительно, от такой массированной заботы государства о мобилизованных на специальную военную операцию. В принципе, наверное, никакие дрова или баночка творога из молочной кухни, конечно же, не заменят отца, мужа, брата или сына, но, как говорится, с паршивой овцы хотя бы и шерсти клок. Хабиров выслушал и к Десану опять поменял приоритеты для своих подчиненных, провозгласив лозунг. Как я сказал, их семьи, теперь это наши семьи, здесь мы работали. Это не для красного словца я говорю. Я не знаю, могут ли кто-то из числа семей воюющих, у которых есть проблемы с жилплощадью, уже немедленно переселяться в хоромы ради Фаритовича, или это было все нарицательно, но вот так вот прозвучало. Прочаковский Хабиров повелел любые сигналы на эту тему, мне немедленно докладывать, ну, речь шла о проблемах мобилизованных и их семей. То есть для Прочаковской это звучало примерно так. Докладывать Хабирову, а не банить всех подряд и требовать удалить скриншоты из числа тех, кто успел их сделать и возмущается удалением вот этих вот постов о недовольстве ситуации. Ну, то есть, собственно, чем в основном занимается Прочаковская. Она отыскивает какие-нибудь там записи в интернете о том, что кто-то недоволен процветанием Башкортостана и безжалостно удаляет вот эти вот обращения граждан. Ну, и завершая комментарии к докладу министра финансов, Хабиров потребовал от своих подчиненных обеспечить праздник на Новый год детям мобилизованным. Вслед за министром финансов на сцену выпустили министра сельского хозяйства Фазарахманова Ильшата Ильдусовича. И говорил в этот раз он вовсе не о достижениях в области урожая зерновых, тут уже, как говорится, всем надоело, да и многие уже усомнились. Государственная федеральная статистика не подтвердила рекордов Фазарахманова о добыче 5 миллионов тонн зерна в республике. Ну да ладно, в этот раз говорили о животноводстве. И тут еще все хуже, чем вот в этой вот лукавой статистике по зерну. Фазарахманов вынужден был констатировать, что в животноводстве по республике Башкортостан наблюдается абсолютный застой. Валовая продукция животноводства в 2022 году осталась на уровне 2021. Напомню, что 2021 был провальным для сельского хозяйства республики. Прибавилось по объему продукции в животноводстве в этом году только 0,2%. Ну, то есть это статистическая ошибка. Фазарахманов, впрочем, во всем опять винит засуху прошлого года. Интересно, как много лет ему будет можно ссылаться на вот этот страшный 2021 год, неизвестно. Засуха прошлого года, к сожалению, сильно отразилась на результативной отрасли. Поголовье крупнорогатого скота упало почти на 2% в этом году в республике Башкортостан. Впрочем, выросло поголовье свиней на 23,3%. Поголовье птицы практически осталось на том же уровне и подросло на 1,2%. Количество овец увеличилось на 14%. Ну, это, как говорится, чувствуется в атмосфере общества. Далее Фазарахманов начал путанно излагать статистику производства по разновидностям мяса и мясомолочной продукции. У него там несколько цифр друг другу противоречили, но я вот не поленился и раскидал эти цифры удельно на жителей республики Башкортостан. Получилась очень любопытная вещь. Если бы мы не продавали и не вывозили вообще продукцию мясомолочной промышленности и отрасли вовне в республику и потребляли эту продукцию на всех жителей республики Башкортостан, предполагая, что в республике живет 4 миллиона человек, у нас бы получилась следующая картинка. Например, говядины жителю республики Башкортостан должно доставаться 63 грамма в день. Это сырой причем говядина. Сами понимаете, жареной или вареной остается грамм, наверное, 40. Молока товарного, в принципе, немало, нормально. 440 грамм в день на каждого жителя республики. Ну, это вот в виде молока, но не забывайте, что молоко идет еще и во многие другие продукты и разновидности продуктов. Соответственно, его мы на самом деле потребляем довольно много. Если сложить вообще всю мясную продукцию, то есть говядину, свинину, овец и прочее, то в день на человека, жителя республики Башкортостан, приходится 153 грамма сырого мяса всех сортов. Ну, собственно, плюс-минус немало. Если есть через день, то в самый раз. Яйца производится, в общем-то, тоже относительно много. Если брать в таком числовом выражении, то это 790 миллионов штук яиц. Непонятно, много это или мало, но если делить на население, то получается по половине яйца в день. То есть через день по одному яйцу будет доставаться каждому жителю республики Башкортостан, если их потреблять только внутри региона. Напоминаю, что яйца идут и в выпечку, и во многие другие продукты, так что, ну, а еще мы их едим в чистом виде. В общем, вывод из объемов производства вот этой отрасли я делаю такой, что мы производим недостаточно мяса, молока и яиц для того, чтобы более или менее полноценно кормить даже самих себя. То есть республика Башкортостан не является самодостаточной по производству продуктов животноводства. Далее господин Фазрахманов начал сетовать на происки Запада, сообщил нам, что ввоз племенного скота из Европы резко упал. Ранее ввозили до 4000 голов крупного рогатого племенного скота и в основном из Германии, это в год. Теперь ввезли только 760 голов. То есть, ну, это закономерно. Во-первых, нет валюты, во-вторых, с Германией мы перестали дружить. Потеря племенного стада и его сокращение чревато, конечно же, еще и снижением показателей надоев молока, да и, собственно, мяса тоже будет меньше. В среднем надоев в год от племенного коровы составляет, по словам Фазрахманова, 7871 килограмм, то есть это 21 килограмм в день примерно надоевали с племенной коровы, при том, что вот эта вот беспородная корова даст от силы 7-10 килограмм в день. То есть вот при тех же самых усилиях, при той же кормежке и так далее. То есть вот я просто хочу объяснить для тех, кто не понимает значимость племенного скотоводства. Кроме всего прочего, господин Фазрахманов отметил, что поголовье скота неуклонно сокращается в индивидуальных хозяйствах и на фермах, которым более 50 лет. Где, как выразился Фазрахманов, Сегодня поголовье скота в хозяйствах населения сокращается и сокращается на фермах, которым более 50 лет, где невыносимые условия созданы, особенно для людей. Ну, я могу представить, если уж там людям невыносимо, то как же там живется скотине? Ну, в общем, конечно, тут это закономерно, и тут, наверное, удивляться нечему. Действительно, когда едешь по Башкирии, видишь огромное количество вот этих вот страшных коровников с полупровалившимися крышами, это все вот те самые фермы старше 50 лет. Но справедливости ради надо отметить, что Фазрахманов нагнетает строительство крупных свиноводческих комплексов по республике, и их у нас возникло на данный момент, по-моему, 3 или 4, в которых промышленным способом производят свинину, дешевую, доступную и вполне себе качественную. Дослушав рассказ Фазрахманова о животноводстве в республике, Хабиров не стал давать оценку достижениям или провалам Ильшата Фазрахманова, но отметил, что его, Хабирова, больше всего волнуют вопросы переработки и глубокой переработки сельхозпродукции. Переработка мяса, глубокая переработка мяса и так далее. Вот эти цифры меня больше волнуют. Тут не могу не согласиться с главой региона. Действительно, это, пожалуй, самый конструктивный подход. Можно производить не так уж много мяса, но, например, делать из него дорогую колбасу и, как говорится, на этом хорошенько нажиться. Завершили оперативное совещание разговором об алкогольном рынке республики Башкортостан. Как-то зачастил ради Фаридовича на алкогольный рынок. Действительно, очень часто мы слышим доклады господина Гусева о том, как все замечательно у нас в этой отрасли. Ну, собственно, выслушали еще раз. Алексей Николаевич сообщил нам о том, что, благоприятствуя борьбе МВД с фальсификатами алкоголя, он от лица министерства за истекший период, отчетный период, провел 423 исследования спиртосодержащей продукции и в 396 случаях было выявлено несоответствие по качеству или даже опасность продукции для потребления внутрь. Также господин Гусев сообщил о том, что сроки легализации нелегальных точек реализации алкоголя резко сокращены, процедуры получения лицензий упрощены и, мало того, что упрощены, еще и цифровизованы. По словам господина Гусева, государство продолжает успешно наживаться на алкоголизации населения и только за 10 истекших месяцев этого года Республика Башкортостан получила акцизов на 10,4 миллиарда рублей, при том, что прирост сбора этих акцизов составил 1,4 миллиарда по отношению к 2021 году. То есть, пить и производить алкоголя легального в Республике Башкортостан стали чуть ли не на 15% больше, чем в прошлом году. Акцизные сборы от крепкого алкоголя, впрочем, в этом году выросли аж на целых 25%, по словам того же самого Гусева. Есть, впрочем, и положительный эффект от всего этого ужаса. По крайней мере, от легализации торговли алкоголем. Сравнив статистику смертности от отравлений алкоголем, господин Гусев сообщил нам о том, что если в 2018 году отравилось насмерть в Республике Башкортостан 211 человек, то в 2022-м отравилось только 57. Согласитесь, в 4 раза практически. Но вот здесь, да, здесь надо относить это к положительным эффектам от вот этого вот, от этой деятельности господина Гусева. Действительно, смертность в Республике очень высокая. Более того, господин Гусев сообщил нам статистику о смертности вообще в регионах и по России. Так вот, в среднем по России умирает 6,4 человека, с позволения сказать, на 100 тысяч населения. В Республике Башкортостан этот показатель 1,4. То есть, в 4 раза, даже в 4,5 раза меньше, чем в среднем по России. Самый низкий в ПФО. Для сравнения, в Пензенской области погибает 200 человек на 100 тысяч населения. То есть, там вообще какой-то рекорд. Видимо, народ совсем спивается. Так что, ну, если верить вот этим цифрам господина Гусева, то это очень хороший результат. Это правда. Под конец доклада Гусева, когда все уже рыдали, утирали слезы и умиления, а Ради Фаридович шарил под столом в поисках какого-нибудь дежурного ордена, картинку подпортила Анна Андреевна Казак. Вот черт, как говорится, дернул. Тут ее недавно буквально наградили, обласкали. Ей какую-то грамотку выручили. Ну, прямо была тишь да гладь да Божья благодать, и друг другу в глаза смотрели. И вот черт дерни ее вдруг с места заявить о том, что у нас не все в порядке с отравлением несовершеннолетних. В частности, она сообщила прямо с места, вклинившись в доклад Гусева зачем-то, что за последнее время, за 9 месяцев от алкоотравлений в республике Башкортостан пострадало 17 детей до 14 лет и 15 подростков. Причем один ребенок погиб от отравления алкоголем. Ну вот надо было Анне Андреевне испортить картину. В общем, Хабиров так на нее покосился, дескать, ты что, вообще что ли, с дуба рухнула, больше грамоту не получишь. Ну ладно, пропустили это дело мимо ушей и все равно закончили на мажорной ноте. Завершил оперативное совещание Радий Фаридович опять темой специальной военной операции. Причем начал он вот эту свою завершающую часть тем, что зачитал название распоряжения, которое он же подписал буквально вот чуть ли не за столом. Подписал распоряжение в целях систематизации проводимой работы по формированию и направлению гуманитарных конвоев для граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области, Украины, по оказанию помощи указанным субъектам Российской Федерации. Я процитирую полное название этого распоряжения для того, чтобы понять, что меня собственно насторожило в нем. Звучит это название следующим образом. В целях систематизации проводимой работы по формированию и направлению гуманитарных конвоев для граждан Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожских областей Украины, по оказанию помощи указанным субъектам Российской Федерации. Конец цитаты. Я не понял. Ради Фаридович что, оспаривает решение Совета Федерации и Государственной Думы, а также всенародных референдумов Херсонской и Запорожских областей? Потому что, ну, как мне послышалось, в его распоряжении прозвучало Херсонской и Запорожских областей Украины. В общем, тут какое-то противоречие возникло. Я не знаю, кто пишет тексты распоряжений и указов Ради Фаридовичу, но очевидно, что нужно людям обратить внимание даже на вот эту вот канцелярскую грамотность, логику написания названий, потому что, ну, прозвучало это вот реально так. Ну, если это действительно так, то Ради Фаридовичу грозит, ну, на самом деле, серьезный срок за, как бы, несогласие и пренебрежение целостностью государственных границ Российской Федерации и что-то там еще за это все полагается. Ну, надеюсь, что это была не просто оговорка, а описка его подчиненных и, наверное, вот это распоряжение придется как-то немножко подправить. Собственно, о чем это распоряжение? В республике создается логистический центр по формированию гуманитарных конвоев. Ответственным назначается Максим Васильевич Забелин. Все это будет происходить территориально на базе БАШ сельхозтехники ГОЭСПП и вся помощь мобилизованным батальонам, добровольцам и, значит, вообще всем этим вот территориям будет идти теперь только через этот центр. Большие конвои из этого центра Хабиров распорядился отправлять не реже, чем два раза в месяц. То есть, я не знаю, с чем это связано. Раньше вот была какая-то хаотическая деятельность, там какие-то стерлитамагские активисты, бабушки и дедушки, мошенники, государства, районы, главы районов, администрации, чего-то там отправляли. А теперь, значит, все будет централизовано. Ну, тут, как говорится, вертикаль по гуманитарной промышленности выстроена. Хабиров, кроме всего прочего, проговорился, что у нас не только в Башкирии на базе Башсельхозтехники будет вот этот логистический центр. Этот логистический центр будет продублирован и на территории одного из недавно присоединенных субъектов, как он выразился. На одной из точек мы делаем промежуточный транзитно-логистический центр. Эта работа уже ведется, я просто не хочу обозначать это слишком. То есть, где-то там ЛНР, ДНР, будет еще одна база, куда будут приходить эти конвои, разгружаться и так далее. То есть, мы с вами теперь уже будем в промышленных масштабах отдавать вот этим территориям то, что у нас есть. Много ли, мало ли, что-то мне подсказывает, что много. Много ли, чего придется своего отдать. Это совершенно бесплатно. Это просто так. Это потому, что нам самим не надо и у нас самих завались. Вот примерно так это выглядит. В общем, вот такая вот картинка складывается вокруг помощи ДНР, ЛНР и вот этим вот то ли украинским областям, то ли российским областям. Это ради Фаридовича нужно спросить. В общем, вот этим закончили оперативку, но оперативка на этом не закончилась и перешли к закрытой части. Мы с нетерпением ждем от наших друзей из правительства стенограмму или фонограмму вот этой самой закрытой части. Очень любопытно, о чем же там говорил Ради Фаридович за закрытыми дверями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова